привет друзья вы как всегда на канале мбалгеймер и совсем недавно состоялась величайшая сделка в мире мобильных игр ведь издатель take two приобрел разработчика мобильных игр под названием зинга всего лишь за скромные 12 7 миллиардов долларов и это сделка на минуточку должна стать одной из крупнейших в индустрии видеоигр что для мобильного разработчика очень и очень много да я соглашусь с вами что это просто космические деньги для издателя таких мобильных игр как формулы и мафии wars но поймите у take two далеко идущие планы и не намерены укрепить лидирующее положение на всем мобильном рынке а как вы знаете с каждым месяцем все больше издателей переносит свои популярные франшизы именно на мобильные платформы и тому пример тот же apix с мобайл мобильный валоран battlefield мобайл и многое и многое другое и поверьте мне такой популярный издатель как take two не останется стороне у него огромное количество популярных франшиз а именно серия gta reddit redemption мафия и многое другое именно используя студию зинга он сможет перенести все самые популярные проекты именно на мобильную платформу и тем самым заработать еще больше денег именно в этом заключается главная причина покупки зинга для того что в будущем перенести все свои главные популярные франшизы как на android так и на ios и хоть настоящий момент мы точно не знаем какие мобильные игры будут анонсированы в ближайшем будущем но это уж точно не будет мобильная версия предстоящей gta 6 даты и кто хочет что большинство мобильных геймеров поиграли в их популярные франшизы но поверьте скорее всего все они будут бесплатными и в этот список никак не сможет войти мобильная версия gta 6 проще говоря ни одна премиум игра не сможет конкурировать с фри-то-плеем так как у нее будет огромная база мобильные геймеров которые каждый месяц будут приносить огромный доход разработчику конечно же для каждого мобильного геймера идеальным решением было бы портирование первой части red dead redemption или той же gta 5 но к сожалению для самой take two это невыгодно идеальным выходом в этой ситуации скорее всего станет выпуск именно gta онлайн ведь по сути на данный момент это самый большой источник дохода как для rockstar games так и для издателя take two но даже несмотря на то что gta опять вышла в далеком 2013 году в нее до сих пор играет огромное количество геймеров по всему миру постоянно туда донатит а также благодаря частым вновлениям аудитории игры только расширяется и это если честно просто-напросто идеальные условия для распространения gta онлайн именно мобильных устройствах потому что благодаря популярности франшизы разработчики смогут привлечь огромной аудитории этим самым заработать немалое количество денег но я очень надеюсь что зинга в сотрудничестве с издателем take two на этом не остановится и благодаря игровому движку эйфории который использовался еще в легендарной gta 4 создаст для нас еще огромное количество мобильных игр по таким популярным франшизам как borderlands bioshock и многое и многое другое в общем будем надеяться что зинга будет выпускать по-настоящему крутые мобильные игры если появится какая-то официальная информация от них то я обязательно сделаю видеоролик на данную тему мне же сегодня будет очень интересно узнать в комментариях сможет ли это сделка улучшить мобильный гейминг если нет то почему а на этом к сожалению данный видеоролик подошел концу сегодня сами как всегда был ваш любимый балл геймер и до скорого